Жлобинский историко-краеведческий музей начал свою работу в 1987 году. Сегодня его фонды насчитывают более 20 тысяч экспонатов. Они удобно разместились в новом здании площадью 2500 квадратных метров. Бывшему детскому саду сделали пристройки, изменили фасад и провели внутренние работы за счет областного и районного бюджетов, заработанных во время субботников, а также спонсорской помощи. На дальнейшее укрепление материально-технической базы музея Геннадий Соловей вручил директору учреждения сертификат на 30 тысяч рублей. Еще 10 подарили районной власти. Внутри посетителей ждут сразу 16 выставочных залов, разделенных на исторические периоды. Музей постарались сделать максимально интерактивным. Так, например, каждый ребенок может попробовать себя в роли археолога и попытаться найти в песке кость, может быть, мамонта. В соседнем зале национального костюма разместили ткацкий станок, который планируют показывать гостям в действии. В зале этнографии вы попадете в традиционную белорусскую избу, а в железнодорожном зале увидите вагончик 19 века. Отдельный блок посвящен Великой Отечественной войне, Холокосту, партизанам-подпольщикам и Победе. Далее Жлобин восстанавливался и стал современным городом металлургов. Кроме экспозиционных залов на втором этаже сделали вот такую красивую локацию. Это картинная галерея. Сейчас здесь размещаются работы местных художников. Для творческих жителей Жлобина это давняя мечта. Раньше в райцентре не было выставочных площадок, а теперь в музее созданы все необходимые условия для размещения, хранения экспонатов и проведения мероприятий. Лет так 50 в городе не было ни одного зала выставочного. И до сегодняшнего дня не было. Художники многие уехали отсюда, потому что перспектив для выставки никаких не было. Поэтому возможности для выставок не только местных художников, нас, аборигенов, но и выставок известных художников можно приглашать кого угодно сюда сейчас на данный момент. Помимо галереи в новом музее есть отдельный выставочный зал, в котором сейчас представлена экспозиция авторских кукол Сергея Дроздова «Мужской взгляд». Оборудован лекционный зал и музыкальный литературный салон. Для юных посетителей предусмотрели детскую комнату с интерактивной панелью и батлейкой. Здесь будут проводить развивающие игры и занятия. Здание постарались сделать удобным и для инвалидов-колясочников. Все это – результат работы большого количества людей. Часть экспонатов новому музею подарили неравнодушные горожане. Ну а некоторые – дело рук самих сотрудников. Например, эту разрушенную печь сделала лично директор Нина Захаровна Шрейтер. Только благодаря вот этим совместным усилиям мы смогли сегодня реализовать тот проект, который у нас сегодня реализован. Особые слова благодарности я хочу сказать своим сотрудникам, сотрудникам нашего Жлобинского историко-краеведческого музея. Потому что на их плечах, на их руках это создание вот этого уникального, с моей точки зрения, объекта культуры. Сейчас в музее работает всего 14 человек. Но штат обязательно будет расширяться для воплощения все новых и новых идей. Анна Крайчук, Евгений Макеенко. Новости недели.